Лид, ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо, наверное, что вот в такое сложное пандемийное время, когда особо новых постановок никаких не происходит, потому что все боятся из-за того, что наполняемость залов маленькая, вы все-таки рискуете, ставите какие-то новые постановки, и я знаю, что у вас намечается вот на декабрь что-то интересное. Это в основном будет новогодний или что-то будет такое, не касающееся новогодней тематики? Вот что ожидается? Ну, декабрь действительно, да, у нас богат на события, как и новогодние, так и не новогодние. Во-первых, 16 декабря у нас пройдет финал конкурса «Сцена», который мы уже все очень долго ждали, еще в мае мы начали этот проект, было много предварительных прослушиваний, потом уже этапы, когда сформированы были команды, театрализованные номера. Вот, наконец-то, мы подошли к финалу, шесть финалистов у нас, и, ну, естественно, это не новогоднее шоу, это именно в рамках проекта «Сцена», там тематика у каждого будет своя в постановках. Ну, скажем так, посмотрели на наши кадры, которые у нас занимаются и в студиях, и просто смотрим, что дети сейчас, конечно, в силу всей информационной пропаганды, скажем так, да, соцсети, тикток, инстаграм, они действительно очень развиты, они действительно очень талантливы, и им есть что показать, поэтому мы дали им возможность вот в таком необычном проекте, да, не просто вокальный конкурс или хореографический, там, или театральный, именно вот такой вот он интегрированный, поучаствовать, себя показать. Ну, и я могу сказать, что дети не то что на уровне, они превзошли взрослых, однозначно, они просто... Что нас ждет в декабре? Чем можно будет себе настроение поднять? Ну, мы практически вернулись к тому же формату, что был до пандемии, то есть, если в прошлом году был полный запрет на все мероприятия, то сейчас на половину зала все-таки мы можем проводить, да, и поэтому на 50% мы ставим точно так же новогоднюю сказку для детей, затем с интерактивной программой возле елки, ну, хороводы там все, конкурсы, потом бенгальские огни традиционные наши, ну, больше для взрослых рассчитано, но там нет, на самом деле, возрастных ограничений, именно по цензуре никаких, ну, просто интересно, это будет больше публики старше, ну, наверное, 12, вот так примерно. Что в этом году будет на бенгальских? В этом году мы ставим по мотивам кинофильма «Чародеи», советское кино, вот такой мюзикл у нас будет. Сюжет будет, я так понимаю, на сцене один в один повторять сюжет фильма. Сюжет, да, будет полностью повторен. То есть можно будет погрузиться прямо в эту атмосферу? Ну, мы очень надеемся, будем стараться, чтобы зрители погрузились, да, в эту атмосферу, потому что мне кажется, что, вот, допустим, «Чародеи», «Ирония судьбы», да, там это вот такие символы прям Нового года, которые, да, из года в год уже, несмотря на время, они все равно остаются. А песни? Песни тоже будут из фильма. Ну, практически все песни будут. Слушай, ну, это интересно получится. Я очень надеюсь, да. А будет полет ведьмы на метле? Ну, полет пока мы еще, да, технически, к сожалению, не придумали, как. Ну, песня это будет точно. Ну, песня будет, да, как на лысой горе. Да, да, да. Так, получается, у нас в декабре нас ждет «Бенгальские огни». «Бенгальские огни» — это все-таки для взрослых в большей степени. Детская сказка — это для детей. Что еще интересненького? Ну, наша новинка. Назовем ее так. 30 декабря, прямо вот перед Новым годом, в 19 часов, у нас большая такая грандиозная новогодняя шоу-программа, где будут участвовать, естественно, и концертные номера наших творческих коллективов. Достаточно обширная такая, серьезная программа подготовлена, красочная, яркая, фееричная, интересные номера. В перемешку будет с проведением интерактивных конкурсов и розыгрышем лотереи. Это в большом зале? В большом зале, совершенно верно. Мы будем, да, приглашать зрителей к участию в конкурсах. Они могут прям, да, выйти на сцену, поучаствовать в небольшом каком-то интерактивчике. И у нас планируется еще одна новогодняя постановка Театра юного зрителя. По-моему, 8 декабря. Января. Перепишем. 8 января. Да, театральная постановка в исполнении артистов народного тюза. Сказка тоже новогодняя. Но это для детей все-таки. Я так понимаю, что она не рассчитана на определенный возраст. В основном мы как бы не привязываемся к возрасту. Вот та же сказка, которую мы называем детское, хрустальное сердце, она абсолютно будет интересна по сюжету и по исполнению взрослым в том числе. И еще у нас 15 декабря в фойе городского дворца культуры тоже вот такая новинка, почта Деда Мороза. У нас будет расположена фотозона. Сейчас как раз проходит монтаж ее. И почтовый ящик, куда каждый желающий может опустить конверт с письмом Деду Морозу с пожеланием, что бы он хотел получить на Новый год. Так, так, так. Обязательно нужно оставить телефон для обратной связи, потому что есть вероятность, что именно ваше желание исполнится, и Дед Мороз подарит вам подарок, тот, который вы написали. Да, Дед Мороз у нас кто будет? Это остается загадкой, потому что Дед Мороз – это Дед Мороз. Что, вот прямо все, что угодно можно писать, бросать? Написать можно все, что угодно. Любой человек может прийти, поедать? Ну, конечно, конечно, и все может исполниться. Независимо от того, там, купил он билет, не купил он любому. Нет, никак, да, это не зависит от билетов, абсолютно можно этой почтой воспользоваться. То есть я смотрю, у вас прям такая очень насыщенная программа. Очень насыщенная программа. Декабрь, январь, прямо вы радуете зрителя, чтобы люди хоть как-то вот в это время себе хоть чем-то поднимали настроение. Ну, конечно, прошлый год, Новый год как-то вообще растворился. Практически никто его не почувствовал, потому что ни на улице не было мероприятий, ни в зале ничего нельзя, и сходить особо некуда. Вот, и мы решили уже, ну все, гулять так гулять, давайте, да, праздновать. Потому что, ну все равно ограничения действуют, уличных практически нет мероприятий. Сейчас под вопросом именно 31-й. А, вот, да, под вопросом. Ну, да, еще не могу ничего сказать. На данный момент по законодательству массовые гуляния на улице запрещены. Будут ли какие-то изменения, нам еще не доводили, не могу ничего сказать. Поэтому, несмотря на то, что будет, не будет, мы здесь на 50% зала отмечаем новогодние праздники.